Любое путешествие На лыжах к Северному полюсу, в Канаду Любое наше другое путешествие Это был чрезвычайно ответственный труд И этот труд ты должен был сполна выполнить Ты должен был сдюжить В школе мне нравилась математика И надо сказать, что все-таки кроме математии мне ничего не нравилось Я кончил школу золотой медали Но тем не менее ходил на математические олимпиады Занимал первые места Ну и понятно, что можно было поступать только на механик-математический факультет Московского университета Причем на мехматике было два отделения Механити и математити А математити, я стал математиком В свою очередь делились на вычислителей И тех математик, которые становились теоретиками абстрактной математики Ну и вот мне нравилась абстрактная математика Мехмат той поры, это на самом деле все-таки удивительное место Это школа в самых разных понятиях Школа отношений студентов между собой Школа отношений студентов с преподавателями Потому что на мехматике все-таки выдающиеся преподаватели, ученые И в ту пору я был, скажем, на кафедре академика Калмогорова Это было совершенно замечательное время Когда мне было дозволено И от меня требовали, чтобы я занимался математикой И математикой я занимался все время Я доказывал теоремы, когда ехал в замерзшем трамвае Сидя своим блокнотом и с карандашом Или там шариковая ручка Она замерзала в этом проклятом трамвае Шестой номер, который вез меня из Тушина до Сокола 35 минут я ехал Я думал о теоремах Я думал о своих задачах Когда я ложился спать, я тоже самое решал Задачи доказывал теоремы Это было постоянное состояние Я думаю, что все ребята, которые себя называли математиками Все они находились в таком же состоянии И это классно Из этого состояния трудно выйти И можно, конечно, вспоминать это все как самое, может быть, такое вот Счастливое время в своей жизни Я говорю про математику, я не говорю про путешествия Но так или иначе, второе, чему меня научил мехмат Это, конечно, вот любить путешествия Моим главным другом был тоже мехматянин Юрий Хмелевский Старше меня года на три Я очень много у него учился Очень много ему подражал Особенно вот в ту первую пору, когда он был аспирантом А я еще младшим студентом Никаких начальников, первоначальных походах мехматян у нас не было Никогда я не был руководителем Но так или иначе, вот вместе с Юрой Хмелевским И несколькими другими людьми Мы в одно прекрасное лето Шли пешком по арктической тундре Шли на север, от Воркуты до поселка, который называется Кара И когда мы подходили к поселку Кара Мы увидели, что на горизонте поднимались и висели в воздухе Какие-то удивительные белые строения Причем эти строения абсолютно не напоминали вот те избушки Которые можно было вообще здесь реально встретить Это были скорее какие-то там, я не знаю, персидские пагоды Какие-то, значит, удивительные дворцы И все это было белое И все это было очень ясно очерчено Потом мы поняли, что это на самом деле оптические эффекты Которые поднимали в воздух льды А льды северный ветер просто пригнал к берегу То есть это не было жильем Это просто было отображение льдов Вот в воздушном пространстве В солнечном воздушном пространстве Вот эта вот картина, она была совершенно потрясающая И она подействовала на всех нас Нас было пятеро, может быть пятеро, может быть шестеро Она на всех нас одновременно подействовала И когда мы туда пришли, к поселку Мы стали искать эти льды Но льды, конечно, вот вблизи, они были совсем другие И до них еще было такое приблизительно километров шесть водное пространство То есть они даже не были у самого берега Но так или иначе вот эти льды нам всем запали в голову, в сердце И мы стали думать Давайте мы пройдем этот маршрут в следующую весну Но пройдем на лыжах Так что все-таки вот эти льды увидеть по-настоящему Не то, что вот они плавают летом, непонятно, как их там носит ветер по океану А вот все-таки там, где они должны быть, мы их увидим И в самом деле, значит, на следующий год мы пошли на лыжах Привязательно по тому же маршруту Но не в Иркута-Кара, а в Иркута-Амдерма Потому что вот нужно было возвращаться обратно из самолета Из большого города Амдерма Мы вышли на лед Увидели опять совершенно потрясающую красоту Но теперь это уже красота была не в воздухе А вот здесь вот, рядом с нами Я помню, как Хмелевский фотографировался там Около очередного тороса И кричал, что вот, значит, это хрустальные цветы Это хрустальные замки Еще что-то такое То есть вот это вот общение с арктической красотой Оно началось с нашего летнего похода Когда мы увидели карские льды в воздухе Продолжилось на следующий год И потом уже невозможно было не думать О том, что наше следующее путешествие должно быть туда На север В Арктику Мы решили идти на островах Мессомольской правды В море Лаптевых И думаем, что надо обратиться в газету В редакцию И попросить какую-то материальную поддержку Ребята нас поняли И как-то, видимо, поверили И далее, как раз Юрий Хмелевский Получил командировочное удостоверение Внештатного корреспондента газеты Мы страшно были довольны Потому что это, значит, подлатало наш скудный бюджет В этом путешествии было все Было так много всяких трудностей Так много всяких сложностей Вот я могу сказать, что, например В этом путешествии я два дня ничего не видел Я нахватал вот этих чертовых солнечных зайчиков Как говорят на севере Получил снежную слепоту И вот, хотя эта полярная болезнь Типичная Известно, что ты Что твое зрение После двух-трех дней страданий восстановится Но на самом деле Когда ты реально ничего не видишь Когда твои глаза отдыхают Только когда у тебя плотно-плотно Завязаны глаза А если только ты чуть-чуть приоткрываешь Это совершенно неимоверная, значит, рейс и боль Ты боишься? Тебя одолевает страх Что на самом деле все-таки зрение тебе не вернется И вот с этим чувством ты живешь Вот я через это прошел Были мы на страхах комсомольской правды Комсомолка довольна нашим путешествием Довольна моими дневниками Довольна подарками, которые привезли на 45-летие Говорит Давайте мы организуем Общественную, полярную экспедицию комсомольской правды Состав уже готов Вот это те самые ребята Которые ходили на острова комсомольской правды На мыс Челюсты И вот в 73-м году Редколедия принимает решение Что мы идем к Северному полюсу И тут уясняются некоторые новые обстоятельства Вернее, они старые, но они как бы для нас новые Потому что комсомольская правда Это могучая газета И на удостоверение комсомольской правды Действительно все абсолютно обращают внимание И корреспонденты комсомольской правды Значит готовы носить на руках Но Она, комсомолка Всего лишь орган ЦК ВЛКСМ И на самом деле, чтобы пойти на Северный полюс Нельзя иметь решение Редколедия комсомольской правды А нужно иметь постановление Бюро ЦК ВЛКСМ Но когда этот вопрос выносится В ЦК ВЛКСМ То ЦК ВЛКСМ говорит Слушайте, ребят Ну это сложный вопрос Вы хотите идти по нейтральным вводам Если с вами что-то случится То что? Как вообще? Как мы будем отчитываться? Я так думаю, что такой разговор Или такие мысли Такой разговор происходит Или такие мысли возникают? Значит у нас есть старшие товарищи А старшие товарищи Это вот дом напротив ЦК КПСС Значит надо спрашивать их Ну и поскольку Можно идти к Северному полюсу Только весной То в 73 году Из-за того, что так много надо еще сделать Оказывается для того, чтобы получить политическое решение Мы не идем А в 74 году еще хлеще Потому что вопрос Из Комсомольской правды Переместился в Комсомол ЦК КПСС Секретарь ЦК КПСС Девича вносит на секретариат вопрос О походе на Северный полюс И секретарь ЦК КПСС Принимает решение о том Что поход на Северный полюс Нецелесообразен Мы не пошли походу К Северному полюсу В 74, 75, 76, 78 Но каждый год Все свои Каникулы Все свои отпуска Мы проводили на Севере И мы бесконечно совершенствовали Наши рационы питания Наша радиосвязь Наше амбундирование Наши лыжи Наши лодки То есть мы были Все время В состоянии полной готовности Пойти к Северному полюсу Верили мы в том Что мы пойдем к Северному полюсу? Да, мы верили Как мы войдем к Северному полюсу? Кто нам разрешит? На этот вопрос ответить никто не мог Но Вот это состояние постоянной готовности Оно себя оправдало И В феврале 79-го года Тогдашний первый секретарь ЦК КПСС Борис Николаевич Пастухов Зовет меня И говорит Ну что, вы готовы или не готовы? Да Ну давай Все моментально закрутилось Время до старта было мало Все у нас было, конечно, расписано Разложено по полочкам Мы готовы, мы летим И тут Кто-то вспоминает А как же быть С тем решением Которое было принято В 74-м году И никто его не отменял И тогда Комсомольская правда Которой тогда руководил Ганичев Валерий Значит Принимает такое мудрое решение Казуистическое Что группа Порой идет Не на Северный полюс А в направлении Северного полюса Нам было, в общем-то, все равно Мы идем К Северному полюсу Или в направлении Северного полюса И мы пошли Старт с острова Динриета Был Чрезвычайно сложный Очень опасный И после того, как мы Оставили За собой Вот эти Жуткие Скалы Острова Динриета И Быстро Мчащиеся Льды Около этого острова Два человека Оказались в воде Мороз был дитей Ребята были мокрые Переодеть им было нельзя Одни лыжи утопили Лыжи Через какое-то время Нам сбросили с самолета Потом Еще через какое-то время Может быть Я сейчас точно не помню Наверное Сбросили сухую одежду тоже Но очень нескоро Так что, в общем Они настрадались Но тем более, что потом Хмелевский еще дважды Провалился К Северному полюсу В апреле и в мае Так вот Как только мы отошли От острова Скалка Острова Динриета Мы Переговаривались С нашими базами Радиственными По рации И идут разговоры Насчет того Что в Москве Большой переполох Почему же Ребята идут К Северному полюсу И что вообще Их надо вернуть И Реально На самом деле Нас вернуть И это вообще В духе времени Значит кто-то Что-то сделал не так Его одернули Вот Ну а ребят Сняли со льда И вернули Потому что Ну наверное Так лучше Так спокойнее Чтобы на самом деле Никто по льдам Северному полюсу В течение 70 дней Не шел Вот Послать за вами вертолет Проблем нет Но Мы-то хорошо Сами ребят Понимаем Что еще Есть проблема Нас найти И мы разрабатываем Стратегию Что-то Что мы будем делать Если Прилетит Вертолет Который Ну а С ним На самом деле Что-то Очень плохое Могло Реально Случиться Потом По разговорам Выяснилась Такая картина Она не 100% Достоверная Потому что Это все По разговорам Как это вот Якобы было Михаил Васильевич Зимянин Секретарь СК КПСС Вызывает к себе Пастухова На него кричит Причем кричит Довольно Громко И довольно грубо Так как Секретарь СК КПСС Может разговаривать С секретарем СК Комсомова Сколь угольно грубо И значит Смысл такой Что ты негодяй Положишь партбилет На стол Вот Если там Ты Не объяснишься Или там Если ты этих Тут матерное слово Наверное идет Не вернешь обратно Слава Богу Дальше Картина развивалась Таким образом Значит Был еще один Лидер Михаил Андреевич Суслов Уже член Политбюро То есть Он мог кричать На Зимянина Сколь угодно Грубо И Михаил Андреевич Суслов Произнес Краментальные слова Что Пусть идут Это нужно стране У нас были тяжелые рюкзаки На брата 51 килограмм Было Очень холодно И Наверное По сегодняшним стандартам У нас было Довольно Славенькое Снаряжение Хотя В ту пору Мы им вообще Безумно гордились Я помню Что Ночью Я просыпался От того Что слышал Дробь Зубного стука Шесть моих Товарищей Стучали зубами Когда человек Вот В течение 15 дней Идет По льдам Каждый день Работает Тащит Вот этот Неимоверный Груз Борется с холодом Причем Борется с холодом Не только днем Но и ночью Рацион Конечно Совершенно Недостаточный Для того Чтобы восстановить Энерготраты То есть Человек Находится В растущем Состоянии Голода Прогрессирующем Состоянии Голода Человек Находится В нервном Состоянии Потому что Его окружает Опасность Он должен Все время Находить Какую-то Правильную Стратегию Своего Личного Поведения Реально Человек Да Все Крою Кто Окружает Ему на самом деле Надоедают Потому что Какие бы хорошие отношения Не было И какое бы Хорошее взаимопонимание Не было Все эти люди Которые тебя окружают И которые стучат Ночью зубами От холода Эти люди Тебе уже давным-давно Обрызгли Ты на самом деле Уже давным-давно Не рад Что ты с ними вместе Человек меняется Вот эта вот Сложная ситуация В которой он Находится Каждый день Человека меняет И на самом деле Реально Человек Становится Другим Это не тот Человек Который был На скалах Острова Генрида Принципиально другой И на самом деле Вот огромный опыт Очень важный опыт Состоит в том Чтобы не только Знать своих товарищей Вот в этой вот Экстремальной Нудной Тяжелой ситуации Но прежде всего Чтобы знать Самого себя Насколько тебя хватит Насколько ты Несильно Изменишься Насколько ты Останешься Нормальным человеком Ну и Вот на фоне Того Что все-таки Люди Все становятся Другими Конечно На пути К Северному полю За эти 7-6 дней Возникала у нас Масса всяких Скандалов Значит Мы там По нескольке Дней Друг другом Могли просто Не разговаривать Мы были Друг другом Страшно Недовольны Иногда Была какая-то Разрядка Для нас Организовывали Специальную передачу Бояк нам передавал Концерт по нашим заявкам Нас это страшно Умеляло Иногда нам разрешали Поговорить с своими родными И так далее 31 мая 1979 года В 2.45 В московском времени Мы пришли на Северный полюс И были очень довольны Потому что Так или иначе Эти 7 человек Мы Стали первыми Кто дошел До Северного полюса На лыжах И первыми Кто дошел До Северного полюса По льду От территории России И надо сказать Что это путешествие Было конечно Очень грандиозно Отмечено Во-первых Через несколько часов После нашего Прибытия на Северный полюс Туда прилетели самолеты С большущей делегацией Северный полюс Я должен был На Северном полюсе Работать Потому что Оказалось Что мы должны Не только Дописать Своё собственное Приветствие Леонида Ильича Брежнева Но Приветствие Леонида Ильича Брежнева Нам Вот Но Потом Как-то Прошло Сколько-то Время И Звонили мне Ночью пастухов И говорит мне Такую фразу Для меня Прозрачную А как бы Сейчас я её повторю Для всех Закодированную Сам подписал Это означает Что Указ о награждении Орденами В том числе Меня Орденом Ленина Подписал Леонид Ильич Брежнев Вот Потом Видите Когда Мы подходили К Северному полюсу То У нас Родилась Идея Такая Они Пойтили Нам Дальше Туда На Извытие Советского Сектора И пойти В тот Сектор Уже Теперь Не на Север А на Юг Берегам Канады Потому Что Мы Чувствовали Себя Отлично У нас Был Запас Сил Льды Вроде Еще Были Хорошие Несмотря Что Это Был Конец Мая Но Эту Идею В Москве Категорически Отвергли Сказали Что Слава Богу Что Все Хорошо Довольно Долго Мы Обсуждали Вопрос О том Можно ли Пойти Следующие Годы Можно ли Пойти На Лыжах По Маршруту СССР Северный Польс Канад Канад Сказали Что Мы Готовы В принципе Рассматривать Если Это Будет Советско Канад Экспедиция Но Нам Казалось Что Это Очень Здорово Потому Что Рукопожатие Двух Соседей Через Северный Полюс Но Это Классно Так же Классно Как Скажем Там Хоккейные Матчи Между Канадцами Нашими Профессионалами Пошли 13 Человек Человек Канадцев 9 Советских Ребят За Канадцы Гордились Теми Элементами Снаряжения Которые Были Из Канады Их Кстати Было Очень Мало Вот Мы Гордились Тем Что Было Взято Из России Там Соревнования Проходили Между Нашими Примусами Американскими Примусами Между Нашими Лыжами Канадскими Лыжами Рационы Почти Все Были Наши Ну И так Далее И так Далее То Вот Политику Пироберо И без Канадского Правительства На самом деле Все равно Политика Ощущение Что ты Из конкретной Страны Из Советского Союза Оно было Всегда До какой-то поры До времени Мне удавалось Оставаться Известным Полярным Путешественником Организатором Начальником Полярной экспедиции Комсомольской Правды Нештатным Корреспондентом Газеты Маломальским Писателем А с другой Стороны Быть Хорошим Самым Стронним Преподавателем Институте И членом Паркома А потом Стало Это дело Трудновато Но трудновато В 89 Году Уже было И вообще Существовать Общественной Экспедиции Которая Была создана При Комсомоле Вот Поэтому Мы решили Что мы Учредим Свой Профессиональный Клуб Который Назвали Тогда Клуб Приключения И И вот Он До сих пор Существует Мы В рамках Этого Клуба Много Чего Делаем В 96 97 98 Годах Мы Штормовали Льды Берингового Пролива В 96 Году Нас Троих Я Старший Сын Никита Младший Сын Матвей Унесли Льды Из Берингового Пролива В океан И Поскольку Был На Чукотке И в Беринговом Проливе Дикий Шторм То Спасать Нас могли Только Американцы И Американцы Вошли В наше Воздушное Пространство Получили На это Разрешение Это Первый Раз Когда В наших Территориальных Водах Американцам Разрешали Провести Спасательную Операцию В 97 Году Тоже Нам Не удалось Пройти Через Берингов Пролив Тоже Втроем Причем Это Была Такая Попытка Не то Что Это Попытка Вот Эта Экспедиция 97 Могла Быть Очень Трагической Она Была На самом Деле Достаточно Трагической Потому Что Вот Некита Старший Сын Дважды Провалился В воду Один Раз Как-то Совершенно Безнадежно По горлышку Вокруг Него Был Соборолютно Тонкий Лед Для того Чтобы Ему Дать Руку Я Должен был На этом Тонком Леду Лежать Подавать Ему Руку Там За мою Ногу За Лыжную Палку Которую Я Держал В другой Руке В свою Очередь Держал Матвей Таким Образом Вот Мы Никиту Вытаскивали Из воды Это Был Шок Большой Психологический Для всех Нас И Конечно В первую Очередь Для Самого Никиты Вот Ну И На следующий Год Мы Пошли Через Берингов Пролив В боем С Матвеем Причем Тут Вот Для Меня Вот Эта Моральным Испытанием Потому Что Никто Не мог Дать Гарантию Что В третий Раз Мы Опять Не Провалимся Не В буквальном Смысле Подлёд А В смысле Неудачи Экспедиции Вот Ну И Такой Вот Как Говорили Везучий Путешественник Северный Полис Там Еще 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 Много Чего Все Так Блестяще Удавалось А тут Значит Одна Неудача Вторая Неудача Дмитрий Тебе Уже Пора Угомониться И Ничего У тебя Не Получается Вот Все Это Было Поставлено На Карту Ну И Тем Не Менее Как То Желание Пойти И Желание Это Сделать Видимо Были Гораздо Сильнее Чего Какие То Опасения Что Все Будет Плохо Мы Смотрим Прошли Но Вместо 12 дней Наш Путешествие Заняло 20 дней Веренка Пролива Узкая Полоса Воды Порядка 82 Километров Но Нам Смотри Пришлось Поскольку Нас снова Льды Вынесли В Такое Вот Горлышко Северное Горлышко Берингового Пролива Нам Пришлось Идти 20 дней Так Что В общем Мы Конечно Сильно Пострадали Но Когда Путешественник Заканчивает Свой Поход И Делает То Что Он Хотел Сделать Это Все Конечно Вознаграждается Я думаю Что Самый Счастливый В день Моей Жизни Это Все Действительно Когда Мы Были На Северном Полюсе Где Сходятся Меридианы Которых Не Видно И Где Ребята Кроме Все Прочем Меня Еще И Качали Я Испытывал Тогда Конечно Счастье Очень Большое Не Потому Что Они Меня Качают А Потому Что Действительно Мы Все Вместе И Можно Было Отчасти И Плакать И Обниматься И Соловаться И Такие Звездные Минуты Бывают Один раз Минуты Минуты